Всем привет, друзья, с вами Афай, и в этом ролике я вам расскажу, как капнуть за одну игру на Марсе 30 левел. И в первую очередь это никакой не гайд, никакое не пособие, не урок, да, то есть это скорее все-таки будет... Просто я вам скажу, как это делается, чтобы вы знали, как это вообще делают люди, у которых там одна игра на герои и 30 левел, да, чтобы знали, какие последствия за это могут быть, и вообще, что сейчас происходит в этом всем деле. Но для начала давайте расскажу, как набиваются 30 левела, то есть условно у нас есть Марсе, и мы ищем 10 человек, у нас пятеро, соответственно, в одной команде, пятеро в другой. Начинаете игру, поиск, точнее, на каком-то удаленном сервере, по типу Востока США или Бразилии. Ищем там, где игра, скорее всего, не найдется, если вы будете просто искать. Идете, пока вы попадетесь своей командой против команды своих друзей, сидите где-то, не знаю, в Дискорде, да, где вы говорите друг другу, допустим, у нас в обоих нашлась игра, принимаете, в обратном случае отклоняете до тех пор, пока не найдете. Ну и, если все-таки у вас все получилось, вы нашли игру, то просто вывозите какие-то себе артефакты на урон, и начинаете потом бить какого-то врага, который будет, в свою очередь, стоять под каким-нибудь крестом от Дазла, или еще чем-то, что будет спасать его от гибели, и набивать физический урон. То есть вот это реликвия, за каждый уровень реликвии вы будете получать по 5 опыта для героя, и уйдет у вас на это довольно много времени, часа 4, примерно может 5, может меньше, ну там как пойдет, если честно, я не пробовал, я не знаю, просто знаю, что это дело не особо быстро. И таким образом у вас всего лишь за одну игру будет 30 левел, но теперь давайте поговорим о том, что вам за это будет. Скорее всего, рано или поздно вас, я думаю, забанят, потому что абуз появился довольно недавно, то есть начали его использовать. Да, конечно, был он давно, еще с выхода обновления, когда начали только давать опыт, но тогда об этом знали единицы, и сейчас эта тема немного популяризируется. Соответственно, чем больше людей про это узнает, тем больше это делают, и тем больше жалуются валвам на рейдите или еще где-то других, пишут, что есть такая ситуация, когда это приобретет еще больший масштаб, то уже валвы, скорее всего, это заметят и будут что-то с этим делать. И так как фиксить это невозможно, то есть это никакой не баг, это просто такая механика, которую абузят. Скорее всего, валвам остается будет только внести за это наказание, а именно раздавать баны. Я думаю, валвы будут просто чекать статистики людей, у которых, ну, там, 2-3 игры, да, условно 30-й левел героя, то есть будут понимать, что за одну игру это сделать, ну, в теории невозможно, и раздавать баны таким игрокам. Может, они это все как-то спустят и переработают реликвии, кто их знает. Но в целом я вам это конкретно не советую делать, я даже, если честно, не понимаю, в чем прикол, то есть, ну, если выиграть с 30-м левелом, то любой человек может спокойно прочекать вашу статистику через тот же дота-баф, увидеть, что у вас мало игр на этом герое. Если же вы это делаете просто для красоты, то, ну, это будете видеть только вы, да, условно, в перечне всех героев. Вот, для меня 30-й уровень, это в первую очередь, путь, который ты прошел, чтобы получить его, то, как ты освоил этого героя, твои показатели на нем и тому подобное. То есть, например, вот у меня на реке 30-м левел, и набил я его в районе за игр 500 или 400, потом еще просто 200 накатал, в общем, у меня сейчас 600, но, ладно, не суть. Так что еще раз скажу, ребят, не советую вам это все делать, расскажите про это своим друзьям, поделитесь с ними видео, чтобы они тоже знали, как это все происходит. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока!